Девушки отдыхают Сейчас весь мир практически перешел на вещание высокой четкости, то есть это HD, разрешение 1920 на 1080 пикселей. Ну, собственно, вот мы тоже переходим на это, мы идем вслед за крупнейшими телеканалами отечественными и зарубежными. Весь процесс займет всего около двух недель. После этого зрители смогут увидеть обновленный Самаргиз с новым вещанием и, как всегда, актуальными и интересными новостями. Сегодня в выпуске. Стали известны результаты проверки в связи с отравлением самарцев роллами. Напомним, пострадали почти полсотни горожан. Уникальная детская площадка-космодром, аналогов которой нет в России. Чем еще удивит самарцев сквер Фадеева. Ремонт в комнате, планшет или школьный набор. Дети-инвалиды получат поддержку государства к первому сентября. Уголовная ответственность грозит работодателям, которые задерживают выплату заработной платы. Куда обращаться пострадавшим? Нестареющая Наталья Варлей. Актриса, снявшаяся более чем в 60 фильмах, встретилась с самарским зрителем. Наталья Варлей. Порожской применялись выборочно. Разрешительная и сопроводительная документация либо отсутствовала, либо внедрена формально для галочки, пишут вершители ревизии. Разъяснительная работа с персоналом не проводилась вовсе. Медкнижки есть у всех сотрудников, однако у троих не проведен плановый осмотр. Центральный офис признает свою ошибку и обещает усилить контроль в работе филиалов. Для начала мы разберемся, кто прав, кто виноват, потому что мы не можем просто взять и уволить людей, которые непричастны и имеют никаких проблем, потому что это для них все-таки способ зарабатывать деньги. Мы просто не можем лишить людей работы основательно. Поэтому мы будем разбираться. В чате, где недостает профессионализма у людей, мы его дополним, естественно. Те, кто будет выявлен как нарушителем, мы, скорее всего, с этими людьми распрощаемся. Сквер Фадеева получил вторую жизнь. Теперь здесь вместо разбитого асфальта модная мощеная плитка и новые аккуратные газоны. Стиль сквера современный, космический. Здесь и экодорожки, и стильные деревянные лавочки. Для детей космическая детская площадка. Такой пока нет нигде в России. Она уже полностью построена. Здесь и трубы быстрого спуска, и дорожки препятствия. Детям будет, где в волю порезвиться. Подрядчик обещает, что сквер откроется скоро. Ну, на данный момент у нас, можно сказать, на 98% все объемы работ, все выполнено. Но у нас строго гарантии на все эти виды экспортизации 5 лет. Но я думаю, они, правда, очень долго, потому что они выполнены из хороших композитных материалов. Список изменений огромный. В сквере сейчас достраивают спортивный комплекс. В нем волейбольно-баскетбольная и хоккейная площадки. Заодно тренажерный зал и раздевалка. А также мягкая беговая дорожка. Строители предупреждают, по ней не стоит кататься на роликах и велосипеде. Местные жители говорят, такой нарядный сквер давно был их мечтой. Раньше бегал по набережной, забиваются ноги, сейчас здесь. Плюс еще построили две спортивные площадки. Это очень большая помощь в воспитании внука, чтобы он не стучал мечом в комнате. Во-первых, дорожки красивые сделали, фонари красивые. Так что вообще скамеечки прекрасные сделали. Сейчас в сквере остается убраться, привести в порядок деревья. Здесь уже посадили ели, рябины и море цветов. К финальной подготовке присоединились волонтеры. Мое желание и моя сотрудничество с другими волонтерами – помочь родному городу в благоустройстве. Чтобы не только самому себе было приятно гулять по улицам нашего любимого города, но и остальным жителям. Я в восторге, честно вам говорю. Так как наш колледж находится рядом, мы сюда выходим заниматься. На уроке физкультуры. И он потерпел огромные преображения. Сквер откроется совсем скоро, но уже сейчас стал любимым местом прогулок для самарцев. Лариса Шлафаст, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Новую аллею разбили рядом со 176-й школой. Несколько сот деревьев и цветов сажали первоклассники, рабочие садового центра и волонтеры. Инициаторами благоустройства Запорожской улицы выступили активисты Общероссийского народного фронта. Тополь серебристый сажают всем первым классом 176-й школы. Ученикам помогали родители. Мартин сажал деревья вместе со своей мамой-любовью. Говорят, разбить аллею недостаточно, нужно за ней еще и ухаживать. Они к этому готовы. Раз уж мы начали такое зеленое дело, то и продолжим в рамках нашей школы. И я думаю, что дальше продолжатся вот такие вот акции, как по поливке дерева, подкормки и так далее. Я думаю, что у нас будут такие совместные мероприятия, направленные уже на взросление этих деревьев. Кроме тополя, который не приносит пух, волонтеры и рабочие садоводы посадили жимлость татарскую, несколько сортов цветов и шалфей. Лекарственное растение через пару лет завоюет весь газон, рассказали агрономы. И в итоге получится живая изгородь из более чем 300 растений. Растения выбрали те, которые очень хорошо адаптируются к условиям городским. Ведь важно выбрать те деревья и кустарники, которые будут жить без проблем. Городская среда, она довольно агрессивная сама по себе. Много машин ездит, понятно, что много пыли. А здесь, я думаю, как раз то место, где будут за деревьями и кустарниками ухаживать. А мы, в свою очередь, даем всегда рекомендации, как за ними дальше ухаживать. Тщательный уход должен быть первые два года, пока они укореняются и разрастаются. Еще весной это был узкий проезд во дворы, окруженный гаражами, вспоминают активисты Народного фронта. Машины разъезжались с трудом, отсутствовал тротуар. Родители опасались за здоровье детей, которые шли здесь в школу. Для того, чтобы изменить ситуацию, усилия объединили районные власти, областной Минтранс и ОНФ. Сейчас здесь будет цветущий мир. Я считаю, что общими усилиями есть возможность доказать, что мы вместе можем созидать и делать мир краше вокруг нас. Я рад, что так получилось. У меня сегодня очень хорошее настроение. Я сейчас чувствую возвышенно приподнято, потому что понимаю, что мы действительно сделали хорошее, доброе дело. Тополиная аллея появилась на месте снесенных гаражей. Почти 7 миллионов рублей ушло на их снос, установку забора вдоль двух детских садов, строительство новой двухполосной дороги, тротуара, ограждений и посадку деревьев. До 1 сентября под контролем ГИБДД поставят дорожные знаки и нанесут разметку. Сейчас вы приезжали, вы видели широкая дорога, освещение, привозя детей в школу, люди высадили ребенка и поехали спокойно. Никто никому не мешает, мы сделали трафик. Весь полностью проект был согласован с ГИБДД, с городом Самары, все одобрено главой города. Подобные проекты будут реализовываться в советском районе и в дальнейшем, отметили в администрации. Главное, чтобы местные жители поддержали начинание. Сергей Кизоркин, Константин Головин, События. В Самаре прошла августовская конференция для педагогов общеобразовательных школ, учителей дополнительного образования и руководителей детских садов. На встрече обсудили подготовку к новому учебному году, наградили лучших и подвели итоги сдачи экзаменов. Число стобальников в регионе увеличилось вдвое. На августовской конференции за отличные успехи в образовании наградили самых достойных преподавателей. Среди тех, кто воспитывает отличников, и Людмила Басис. Она 19 лет является директором Самарского лицея созвездия номер 131 и смогла повысить его уровень от простой школы до многопрофильного образовательного учреждения, которое сотрудничает со многими вузами Самары. Педагог со стажем получила благодарность от городской думы. Очень приятно, когда оценивают твой труд. Педагогический коллектив Самары, он достаточно высокого уровня. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы побольше молодежи приходило в школе. У нас вот коллектив, у нас очень много молодых преподавателей, мы стараемся их поддерживать, стараемся помогать им для того, чтобы они удержались в школе. Подготовка молодых специалистов в городе продолжается. Проводятся семинары, уроки городской школы молодых педагогов, конкурсы. Эффективно работают центры наставничества на базе школ для молодых учителей. Ключевой задачей в развитии кадров потенциала в городе является привлечение молодых педагогов. В новом учебном году нам необходимо уделить внимание активизации работы наставников образовательных организаций. Курсы повышения квалификации для педагогов-наставников и новый городской конкурс школьных наставников помогут нам всем в данной работе. На встрече обсудили новый учебник, который выпускают для всех самарских школ «История родного края» в двух частях. Также в городе появятся две новые школы – на 1200 человек в районе Новая Самара и на 1500 мест на пятой просеке. Обсудили на конференции итоги сдачи экзаменов. В этом году не было снижения результатов. Каждое учебное заведение выдержало свой порог. 700 самарских медалистов с успехом подтвердили свои знания на ЕГЭ, получив не менее 70 баллов по математике и русскому языку. Единый государственный экзамен – это показатель тех проблем, выявления тех проблем, причем объективное выявление тех проблем, которые существуют. Поэтому теперь, чтобы принять какие-то новые решения и чтобы достичь более высоких результатов, мы конкретно знаем, над чем надо работать. Мы работаем с теми детьми, которые показали плохие результаты в тех школах, с теми школами, в которых результаты низкие. Это проводим мониторинги, повышение квалификации. Поздравляли не только преподавателей школ и детских садов, но и также тех, кто занимается со школьниками вне учебного времени. Буду работать и творить еще с большим энтузиазмом во благо самостоятельного образования и Российской Федерации. С наступающим праздником, дорогие друзья! Помимо школьного образования, на конференции обсуждали реализацию в регионе нацпроекта «Демография». В Самарской области получить бесплатное дополнительное образование и найти себя в новой сфере деятельности может любой желающий предпенсионного возраста. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События. Дети-инвалиды могут рассчитывать на государственную поддержку. Это могут быть деньги на ремонт в комнате, где они проживают, планшетный компьютер, либо набор для школы. Последний особенно актуален перед началом нового учебного сезона. Наша съемочная группа посетила городскую акцию «Внимание! Первоклассник» и узнала все подробности. За руку с любимыми сказочными героями – Буратиной и Мальвиной. Вчерашние малыши готовятся пойти в первый класс и перед знаменательным событием получают подарки. Сын Анастасии Казаненко в этом году идет в школу. Маленькие Костя вместе с мамой не пропускают ни одного городского праздника. Они ходят в областной центр помощи семье и детям. Там узнают про праздники и социальную поддержку. В семье Анастасии два ребенка-инвалида. Ну я думаю, что все равно с каждым годом какие-то улучшения есть для таких деток. И все равно какая-то помощь есть. А вы ее ощущаете? Да, есть. И в школе тоже все равно постоянно какие-то... Вот единственное, в школе бьемся за пантусы, но у нас знание как бы не предусмотрено. Старший сын девушки уже учится в 113-й школе-пансионате. Туда же пойдет Костя. Мальчик передвигается на инвалидной коляске. Подняться на верхние этажи пока помогает мама. А в средней школе это будет проблематично. Переходить на индивидуальное обучение и тереть живое общение для ребенка не хочется, говорит Анастасия. В городской думе продолжают обсуждать инициативу, адаптируют все здания в Самаре под людей с ограниченными возможностями здоровья. Так случилось, например, с 46-й школой. Это пантусы, это расширение проемов, в основном в комнату гигиена, так скажем. Это приобретение подъемников, дальше это для категории слабовидящих детей, то есть целая система существует. Насколько бы она затратна ни была, так сказать, но мы обязаны ее реализовать, чтобы все и малые, и большие, так сказать, самарцы не испытывали трудности при посещении образовательных учреждений. Чувствовать себя комфортно не только в школе, но и дома. Дети-инвалиды могут получить финансовую поддержку по программе «Мы разные, мы равные». 50 тысяч рублей на ремонт в комнате, где они проживают. Еще один приятный бонус от программы – планшетные компьютеры. Для того, чтобы воспользоваться благами, необходимо встать на учет. Сделать это можно в городском и социальном департаменте. Чтобы получить помощь, придется подождать. Но, как правило, результат себя оправдывает, рассказывают эксперты. У нас, например, на планшету более 350 заявлений. Надеемся, что с каждым годом мы сможем все больше и больше детей обеспечить этими благами, которые каждому школьнику сейчас просто необходимы. Некоторые родители не могут себе позволить. Это должны быть малообеспеченные, конечно, родители, которые могут получить эти выплаты. В школу в этом году должны пойти больше первоклассников. Точная цифра появится не раньше середины сентября. Сейчас, даже за последние дни лета, все может измениться. Кто-то поменяет учебное заведение, а кто-то решится на переезд. Мария Левина, Василий Кладошов. События. В Самаре проверят все школьные автобусы. Об этом говорили на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Где в Самаре чаще всего происходит ДТП и что нужно сделать, чтобы этого не было, узнаем прямо сейчас. Аварий на опасных участках на дорогах Самары становится все меньше. 41 объект до конца сезона будет полностью оборудован всеми необходимыми средствами организации дорожного движения. В том числе вблизи 14 школ появятся лежачие полицейские. Все проблемные вопросы были озвучены, понимание есть по решению всех вопросов, поэтому все цели будут достигнуты. До 1 сентября проверят все школьные автобусы. В дальнейшем запланировано обновление устаревших машин и покупка новых. Особое внимание уделяется нанесению разметки пешеходных переходов и установке барьерных ограждений на дорогах рядом со школами. На следующий год 5,5 тысяч метров по барьерным ограждениям мы в полном объеме, нужно 13, по-моему, или 40 миллионов рублей, закроем тему школ по барьерке. Вот это в планах железно стоит и этому тему закроем. Особенно остротранспортный вопрос стоит в микрорайоне «Крутые ключи». Корпуса школы там находятся по разные стороны проезжей части, в нескольких километрах друг от друга. К новому учебному году там организовали перевозку школьников из одного корпуса школы в другой. На маршруте будут ходить 7 автобусов. Установлены дополнительно светофоры, установлены будут знаки, ограничивающие стоянку, чтобы проезжали автобусы, благоустройство территории, асфальтирование дороги. Работы идут полным ходом. Сейчас на маршруте школьного автобуса в микрорайоне «Крутые ключи» до школы номер 7 наносят необходимую разметку и устанавливают дорожные знаки, в том числе запрещающие парковку на время занятий с 7 утра до 16.00. Это нужно, чтобы обеспечить возможность маневрирования автобусов. В день знаний перевозка начнется с 8.30, чтобы школьники успели на линейку. А со следующего дня автобусы будут отправляться с 7.20 до 8.30 и с 13.00 до 15.15 в обратном направлении. Никита Борисов, Сергей Баскин. События. Если заработная плата не выплачивается более двух месяцев, нужно писать заявление в прокуратуру, советуют сотрудники надзорного органа. В этом случае будет проведена проверка. Если выяснится, что средства у предпринимателей есть, но тратит он их не на выплату заработной платы сотрудникам, а на иные нужды, будет заведено уголовное дело. В этом году областная прокуратура возбудила 20 уголовных дел в отношении нерадивых работодателей. Из них 14 по результатам таких проверок. Задолженность по заработным платам в регионе составила 25 миллионов рублей. На сегодняшний день выплачено 20 миллионов. Первое, наверное, что нужно сделать, это собрать определенные документы и обратиться с заявлением в простой письменной форме, либо в трудинспекцию, либо в прокуратуру. У нас осуществляют прием ежедневно в любой прокуратуре Самарской области. Существуют графики, они в доступном месте, поэтому это может сделать любой гражданин. Также у нас есть на нашем сайте информация, с помощью которой можно направить заявление в электронном виде. Плюс размещены еще ящики в каждой прокуратуре, опять же, куда можно свое обращение непосредственно положить в ящик, допустим, если нет времени, личный прием. Далее, коротко о других событиях дня. Сегодня суд Кировского района начал рассмотрение уголовного дела гендиректора РКЦ «Прогресс». Александра Кириллина отстранили от должности в начале 2018 года. На тот момент проверки Роскосмоса выявили многомиллионные нарушения на предприятие Кириллина. Гендиректору поставили переплату почти в 2 миллиона евро при покупке гидравлического пресса. Посредником при покупке оборудования стала фирма «Союз Общий Маш Импорт», давно сотрудничавшая с «Прогрессом». Как посчитали следователи, действия Кириллина позволили победить в конкурсе участнику, не обладающему трудовыми ресурсами и необходимым техническим оснащением для поставки, что повлекло для РКЦ дополнительные расходы. Завтра юные самарцы смогут сходить на футбол за 1 рубль. На стадионе Самара-Арена пройдет матч Крылья Советов Динамо. Однако сами дети приобрести билеты не смогут. Родители смогут взять их с собой. Те родители, которые приобрели билет на игру за полную стоимость в секторы С118, С119, А102 и А103, получат приятный бонус – детский билет за 1 рубль. Акция распространяется на учеников моложе 14 лет. С середины сентября Тольяттинский автоваз на неопределенный срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера на заводе. Это затронет линии, где собирают модели на платформе Альянса Рено-Ниссан, Лада-Х-Рей, Лада-Ларгус, Рено-Логан, Рено-Сандера и кросс-версии Stepway и внедорожники 4х4. Решение связано с тем, что аналитики автогиганта прогнозируют снижение спроса на рынке. Об этом пишут ведомости. Говорят, что на работе сотрудников предприятия и их занятости это не отразится. Число смены длительности рабочей недели останутся прежними. Сокращения не планируются. Болельщиков турнира «Самара Оупен» ждет шоу летающих баскетболистов и батл по броскам сверху. В рамках турнира по баскетболу 3 на 3 «Самара Оупен» в памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, который пройдет 30 августа на площади Куйбышева, для всех участников и гостей подготовлена не только спортивная, но и большая развлекательная программа. В 12 часов начнется яркая церемония открытия, где можно будет увидеть ролик о становлении баскетбола в Самарской области, шоу-барабанщиц, выступления артистов, аниматоров, ходулистов. Большой зрительский интерес вызовет шоу летающих баскетболистов, эффектная смесь прыжков на батуте, акробатики и бросков в баскетбольное кольцо. Не менее красочным станет конкурс по броскам сверху. Игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Этот элемент считается одним из самых зрелищных в современном баскетболе. Такой конкурс начал проводиться в США в 1976 году и быстро завоевал популярность у болельщиков всего мира. Для тех, кто не владеет серьезными навыками профессионального баскетбола, будет зона баскет-ГТО. Выполняя несложные спортивные задания, можно заработать баллы и позже обменять их на сувениры. Также будут организованы детские игровые площадки. На протяжении всего турнира болельщиков ждет выступление диджеев. В 5 часов вечера концерт популярной группы «Хлеб». Во время турнира все желающие смогут сфотографироваться с почетными гостями соревнований, среди которых олимпийские чемпионы, ветераны самарского баскетбола, игроки баскетбольного клуба «Самара». С начала сезона в Самаре грибами отравились более 20 человек, рассказали врачи больницы Середавина. В прошлом году в отделении было всего 20 человек и ни одного летального случая. В этом же только за 7,5 месяцев с жалобами обратились уже 24 человека. Два случая с летальным исходом. Это жители Тольятти и похвестнило. Порой неопытные грибники в процессе тихой охоты слишком увлекаются и не замечают, что срезали не шампиньон или опенок, а бледную поганку, смерть от которой наступает в 7 случаях из 10. Проблемы есть и с так называемыми условно-съедобными грибами, которые растут у дорог. Они очень быстро накапливают токсины и могут вызвать острое отравление, после которого человеку потребуется длительное восстановление. Страдает поджелудочная железа, печень, это первое – желудок и начальный отдел тонкой кишки. Поэтому нужно находиться на диспансерном учете, соблюдать диету обязательно. Это исключить жареное, острое. Мечтала укращать тигров, а стала кинозвездой. Наталья Варлей, главная героиня «Кавказской пленницы», рассказала о своей творческой карьере. Всего в копилке Натальи Варлей более 60 фильмов. Особо она выделяет военные картины. Признается, эта тема ей особо близка. Отец участвовал в обороне Севастополя. На вечере Наталья Варлей не только рассказывает о своей актерской жизни, она читает свои стихи. И постаревшая осоль уходит, не дождавшись Грея. Лишь отблеск алых парусов почудится в слезинке горькой. Поет песни, тексты которых написала сама. И мерцает небесный огонь. В зале – аншлаг. Пришли и молодежь, и взрослые ценители игры Натальи Варлей. Гости говорят, фильмы с ней – это радостная часть их жизни. Запомнилась, конечно, она мне с детства. Удивила женственность, красота, талант ее. Для меня это приятная ностальгия, так скажем. Я просто вспоминаю красивые, счастливые времена. И она как раз олицетворяла это красивое, энергичное время. Мы снимали с ней в одном фильме «Сегодня или никогда». Я играл Дмитрию Решетника, она мою жену. Я ее обожаю, как бывшую жену, по фильму. На вечере Наталья Варлей также презентовала свой новый сборник стихов и биографическую книгу «Каната Ходка». Семен Безгинов, Константин Головин. События. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!